Приветствую вас, друзья! Значит, был у меня и даже до сих пор есть такой прекрасный телефон, как iPhone 7. И отслужил он у меня 3 года, я его использовал без чехла и никаких проблем не было. Это был идеальный телефон, но по несчастливой случайности он упал и разбился, разбился сильно. У него полетел экран, полетел микрофон и полетел аудиокодек. К тому же пришлось заменить почти умершую батарею. И все это вылилось в очень немалую сумму, поэтому я подумал, все взвесил и решил сшить для него чехол. Изначально идея была сшить намного более красивый чехол, вот как на картинке. Но, когда уже я его сделал, я понял, что это полная хрень, что его нужно сшить с помощью формовки, с помощью специальных средств, с помощью специальной формы. В общем, делать мне этого было некогда, да и, блин, понимаете, да, впустую проделать такую работу, это как бы злит. Поэтому я пошел, купил себе резиновый чехол, все быстренько наскорую руку отрезал от старого, предыдущего варианта чехла и сшил вот такой вот. И да, он не совсем удобный, его невозможно заряжать в закрытом состоянии. Он довольно странный, выглядит жутковато, но мне, в принципе, нравился свою функцию, он полностью выполнял, он уберегал телефон от падений, причем не раз. Ну вот, прошел почти год и в нем опять посыпался аудиокодек. И знаете, еще помимо этого там экран китайский, батарея опять китайская стала умирать, поэтому я психанул и пошел купил себе айфон 10R. И как бы помня опыт с ремонтом этого телефона, я не хочу, чтобы он повторился на 10R, поэтому я уберу все косяки старого чехла и хочу сшить новый. И как и в прошлый раз, я буду использовать кожу Crazy Horse. Знаете, она не самая идеальная, но просто по толщине подходит. Не нравится она мне тем, что засаливается. Да, многие считают это ее фишкой, но я лично ничего не вижу приятного в такой липковатой, жирноватой коже, которая еще очень сильно меняет свой изначальный цвет. Вот, причем это происходит не через 10 лет, да, она свой ретро вид приобретает буквально через год, даже, по-моему, быстрее. Вот, кстати, сейчас вы видите ригелин китовуз, очень классная штука, сейчас вы видите, для чего я буду ее использовать. Так вот, я хотел как бы внести поправки в старый чехол и сделать на нем крепеж для пальца. Изначально был план вшить в него металлическое кольцо, но я посмотрел на него обзоры и понял, что его нужно отщелкивать, держать телефон в одной руке и, соответственно, другой отщелкивать это кольцо. Это неудобно, то есть невозможно достать нормальный телефон из кармана и сразу засунуть палец в это кольцо. Поэтому, полазив на Алиэкспресс, я увидел такие кожаные петельки для пальца и вот решил сделать что-то подобное в этом чехле. И, соответственно, чтобы эта петелька, как бы, можно было ее поддеть, а потом она возвращалась более-менее в свою форму, я вот использую ригелин. А в качестве каркаса этого чехла, в качестве крышки, как видите, я использую двухмиллиметровый кожкартон, который, как бы это ни было странно, я еще и шерфую по краям под углом. Чтобы он, как бы, чехол был менее толстый. Склеиваю, кстати, для тех, кто будет спрашивать, наклеить дисмокол. Мне он очень даже нравится, он очень хорошо работает с кожей. Итак, чтобы красиво, я еще дублирую сбрусованной кожей под этой петелькой и вот сейчас прошиваю петельку. Точнее, не прошиваю, а делаю разметку. Да, у меня нету пробойников, я никогда не шил. Окей, ладно, не буду кривить душу, я один раз пытался шить вручную, буквально 10 сантиметров попробовал, вроде получается прикольно. И поэтому я и здесь решил использовать этот метод. Почему? Потому что я хочу, чтобы чехол был прошит толстой ниткой, но когда шьешь толстой ниткой, вот где-то примерно 2-2,5 миллиметра, если нитка где-то двадцатка, то очень велик риск, что где-то будут вылазить узелки. А ручной шов тем хорош, что там нет узла, и соответственно можно шить любой толщиной нитки, даже очень тонкую кожу, и все будет получаться симпатично. Ну как симпатично, сами понимаете, для второго раза это, ну, косо-криво, лишь бы было, но в принципе меня устраивает, смотрится он так довольно брутально. А еще внимательные могут заметить, что на этом чехле я использовал такую штуку, как беговка, с помощью инструмента кризера. Я его нагрел, как видите, местами перегрел, что аж кожа почернела. Кризер я взял не который идет на паяльнике, на паяльной станции, что, наверное, было бы более правильно, чтобы он оставался одной температурой все время. Я взял именно который нужно нагревать, поэтому он либо перегревается, либо не догревается, либо я рукожопый. Не знаю, напишите в комментариях, что будет верно. Дальше я, как видите, сейчас прошиваю сам чехол, вот, но дырки в нем я дублировал не с помощью шила, как многие делают, а с помощью машинки Версаль. То есть я наклеил чехол на кожу и по уже размеченным дыркам еще раз прошелся с помощью Версаля. Получилось вполне себе сносно. Единственная ошибка, которую я допустил, я использовал иглу 150-ю. Нитка толщиной, по-моему, 0,8, если не ошибаюсь. И я думал, чем тоньше будет игла, тем лучше. Но, исходя из двух моих разов, пока я прошивал чехол, я понял, что чем толще игла, тем лучше. То есть, когда толстой иглой прошьешь кожу, пытаешься шить ее ручным швом, то он реально ложится красиво лесенкой. А если отверстия тонкие, то он ложится вот так, вот, как вы видите, то есть абсолютно прямым швом. Ну, в общем, можете смотреть, оценивать, что получилось. Я попытался исправить минусы. Во-первых, более короткий хлястик с кнопкой, который не болтается, не мешается, его удобно застегивать. Более маленькая кнопка, она держит чуть хуже, но это не проблема. Наоборот, удобнее раскрыть чехол одной рукой. Можно заряжать телефон в закрытом состоянии чехла. Да, да. Я еще планировал сделать в этих кожаных пятерках дырочки для динамика, но, как показала практика, я хожу с этим чехлом уже почти неделю, это совершенно не мешает звучанию телефона. То есть, я не заметил, чтобы он в закрытом состоянии звучал тише. Ну, и, как видите, пока что нужно отгибать вот эту пятерку второй рукой, но это пока, потому что на видео мы буквально два дня этому чехлу. Сейчас эта пятерка уже подчуть принимает форму, она как бы не сильно выпуклая, но при этом ее можно подцепить пальцем, используя только одну руку. Вот, а его еще очень удобно также закрывать вот таким вот образом, просто нахлестывая крышку и закрывая кнопочку. Так что, получилась вполне удобная штука, выглядит, ну, не сказать, что симпатично, но, на мой взгляд, довольно брутально, все-таки Крейзик пока что смотрится хорошо. Если кому-то будет интересно, я покажу, как он засаливается через где-то полгода или через год. Не знаю, может, кому-то это будет интересно в том плане, что это круто, а кому-то наоборот, что, типа, нафиг нужен этот самый Крейзи Хорс. Вот, дальше. Как оказалось, петелька была не самой полезной штукой, то есть она не очень-таки нужна, потому что, можно, как вы только что видели, держа мизинцем в нижнюю прорезь, которая для зарядки служит, вполне неплохо удерживать и страховать телефон от падения. На этом все, наверное, что я хотел показать и рассказать. Если вам было интересно, ставьте лайк, можете даже подписаться на канал, если для кого-то это имеет значение, по-моему, Ютубу пофиг. Всего вам наилучшего, пока!